на аудиторию, то значит, как бы все плохо, тебе стало все равно, можно уходить из бизнеса. Как артистка балета, бывший артист, бывших артистов не бывает. Мы спрашивали и видели, как волнуются великие народные артисты перед выходом. И как говорим, ну а как, вы уже, наверное, 50-й раз, та же партия, как, говорит, невозможно не волноваться. Потому что если ты перестаешь волноваться перед выступлением, то тебе нужно уходить со сцены. Ты уже ничем не рада у зрителя. А вот у нас так же. У нас так же, фактически. Так, сколько лет вы в Арифлэм? Легкий вопрос. Вопрос легкий, потому что 21 сентября был день рождения сыну, а наш сын родился в тот же год, с разницей в несколько месяцев, а ему 27 лет. Поэтому мы это четко помним. Сколько мы лет не забывали. И я вам скажу, мы с вами в бизнесе ровесники. Мне тоже 27 лет по-Арифлэмски. Здорово. Слушайте, друзья, я вам хочу сказать, что сегодня просто потрясающий эфир. Я, честно, очень волнуюсь. В хорошем смысле, потому что Илья и Марина – это топ-лидеры, которые раньше москвичей начали продвижение Арифлэм в России. Причем они начали в очень сложном, холодном, капризном регионе, такой, как Питер. Питерцы – они особенные. Они не эмоциональные. Они очень выдержаны, знаете, характер сдержанный, энергетический, спокойный. И вот как в Питере стать топ-лидерами, создать огромнейшую организацию. Вот, знаете, я бы хотела, чтобы вы сейчас просто рассказали свою историю. И самое главное, расскажите, оно того, что стоило, ну, в Арифлэм 27 лет назад приходить, что у вас случилось в итоге. Но для этого вот кем вы были до, как вообще Арифлэм встретился на вашем пути, и что из этого всего случилось. Так, на честь того, что случилось, показать, чем мы были до, ну, или где. Да, чем случилось, но у нас, да, мы с обратной стороны, да? Да, с обратной. Начнем, что случилось, как. Тут всегда вот такой вопрос, это как это, Иван Васильевич меняет профессию, как это, Шпак там перечислял, два порция серебряных, да, две замшевых курки и так далее. Ну, вот сидеть, перечислять, как бы, что случилось материально. Наверное, самое главное случилось, то, что, как бы, свобода в принятии решений и свобода в передвижениях, да, наверное, так. Как бы, где ты живешь, как ты живешь, вот, ты можешь, как бы, чего-то захотеть и можешь это реализовать, вот, там. Нету такого, что это для тебя недоступно, показать можем, где мы сейчас живем. Два года назад мы приняли решение, что из центра Испании мы, Каталонию, переедем к побережью, и нас это больше устраивает, и вот сейчас мы живем вот так. Сейчас покажем тогда все. Друзья, море, море прямо с балкона, просто 40 шагов. Я так понимаю, что 40 шагов. Это мой наметанный глаз после наших других квартир. Это нужно дойти от до, по улице выйти во двор, дойти до улицы до, видите, там переход через. Железную дорогу, да, и, как бы, обратно к морю, да. Но, вообще, где-то, где-то минута. Сегодня пасмурно, вот, ножки. Нормально пасмурно. Да, туристов нету. Чем здесь хорошо? Везде, на самом деле, везде есть плюсы и минусы. Вот, поэтому здесь тоже есть минусы, когда живешь в первой линии. Вот, кому интересно, потом расскажем, что за минусы, когда живешь в первой линии моря. Если кому-то интересны эти минусы, да. Главный минус, знаете, в чем? Испанцы, значит, у нас почему-то думают, что в России много отдыхают. Значит, испанцы, у них не так много вот полноценных выходных, когда они не работают, да. Вот, но отдыхают они каждую неделю. Здесь каждую неделю тусовка просто. Вот, а вот у нас небольшой, как бы, город. Здесь каждые выходные тусовка. Танцы на площади, какие-то ярмарки, какие-то фестивали. Сардин жарят. Да, неделю назад здесь, как бы, праздник сардин был. Весь город вышел, сардин жарил, ел. Вот, а есть веселая неделя. Тут у нас под окном всю неделю на пляже дискотека начинает до пяти утра. Вот, поэтому, как бы, когда... А пляж это такое место, когда, собственно, все приходят, как бы, ну, классно же ночью на пляж. В общем, мы тут радуемся дедам. Да, ну, а теперь начнем с начала. У нас, как бы, по истории, сколько по времени? Потому что есть длинная история, есть более короткая, чтобы, допустим, оставить на вопросы какие-то... Маргарита, как? Марина, Илья, наше время с вами просто бесконечно, потому что вырвать ваше время из графика для того, чтобы состоялся эфир... Друзья, я думаю, вы согласитесь, что, ну, как бы, мы не ограничены по времени. Поэтому решайте. Ну, отлично, хорошо, тогда до «Рифлейм» это действительно, как бы, для меня... Я закончила Академию Вагановскую, да, профессиональная артистка балета с высшим образованием, работала в разных театрах Санкт-Петербурга, в том числе и в Мариинском. Но стоять у воды не очень хотелось, шла какие-то частные труппы. Что проще такое стоять у воды? Стоять у лебединого озера, представляете, да, вот балет. И там стоят 32 лебедя. И вот если ты в этом 32 лебедях, то ты стоишь у воды, а никак не танцуешь солисткой или каретейкой, чтобы продвинуться. А я-то молодая... Ну, там и в тусовке, получается, да? А, что? Переведу на русский. Это типа в тусовке, там в пе стоять не хочется. Это «Кардебалет» называется. Да, по-моему, да. Ну, молодая, амбициозная, все хотелось быстро и сразу, да. Ну, вот у нас говорили, тяжелая и неказистая жизнь советского артиста. А тогда 96-й год – это только-только, как бы, переходный период с Советского Союза в капиталистическое пространство и так далее. И на тот момент работа творческая, интересная, но платили очень мало, очень, ну, как бы вот совсем мало. Илья, ну, тогда ты скажи, как предприниматель, Илья тоже амбициозный, из института ушел, мы не призываем это делать. Да, это было, конечно, вверх гениальности поступить в финансово-экономический институт. Я стал первым секретарем комсомольской организации сразу, добровольно. Был таким идейным, значит, товарищем. Потом почитал стенограммы, значит, всяких съездов и чего там Ленин и Сталин писали. Я, как бы, понял, что, как бы, все наоборот. Вот, и ушел нафиг из института. Не сказав об этом родителе. Ну, первую, я первую компанию зарегистрировал в 18 лет. Вот, написал, написал, да, написал на стене коммуналки в комнате, там была коммуналка, знаете, такая кишка питерская. Вот, если руки так вот расставляешь, то ты в обе стенки упираешься. Вот, написал, написал, чего я хочу. Все мои «хочу» уместились в 10 тысяч долларов. Там первым местом был видеомантафон, значит, 98-й год, тогда это было круто очень. Вот, ну и все, и потом были многолетние всякие попытки чего-то заработать. Вот, почему не советую? Нужно сначала поучиться, как бы, или параллельно пробовать заработать, если говорить про частный бизнес. Потому что там подводных камней очень много, и поэтому вот желание пойти в сетевый маркетинг было осознанно. Да, то есть это было желание уйти вот от традиционного бизнеса и его вот этих самых подводных камней. Потому что там люди, которые меня окружали за эти годы, с которыми я так вырос, там, с 18 лет до 26, почти, да, там, по-разному плохо закончили, скажем так, но это были 90-е. Лихие 90-е, а ты сказала, Питер такой нордический, да, но там еще и главный был, скажем так, этот бандитский петербург. Это вот, ну, прям, да? Да, это прямо, это то, что когда у тебя офис в центре города, к тебе просто приходят люди вот такие в офис, когда у тебя производство, там, ну, относительно тоже в центре, к тебе за охрану, за все, там, приходят такие люди, как бы, на производство, когда у тебя торговля на рынке, эти люди к тебе каждый день просто приходят. Да, ты сидишь, обедаешь, к тебе приходят ребята, как бы, достают, как бы, значит, огнестрельное оружие, скажем так, вот, чтобы убедительнее с тобой общаться. Вот, да, в общем, это такое веселое было время. И поэтому, когда мы поженились, так получилось, да, вот, я забеременела, так тоже получилось. И когда я лежала на сохранении, ждала, ну, мне были, как бы, такие, нужно было лежать в больнице это время. И когда Илья пришел и в роддом, тогда в роддом не пускали. Не знаю, как, Маргарита, к тебе пускали в роддом мужа. В те времена, в 96-м году, не пускали. Я стала как Снежана, мама рожала, не пускали в роддом ни меня, ни папу, но я уже рожала вместе с мужем. Повезло. Понятно, уже прогресс пошел. У нас не пускали, и поэтому, как проходила передача посылок и разговор, открывалось окошечко. Хорошо, это был май месяц, и было тепло. Ну, туда отпускаешь веревочку, туда что-то, значит, Илья привязывает, я поднимаю на этой веревочке этот пакет. И вместо того, чтобы там найти что-то вкусное, открываю там помады, лаки. Я вообще не помню, какие-то крема. Я говорю, что это, зачем это же. Максимум тогда был только. Максимум, да. Ну, по-моему, крем кремов ты мне не дал. По-моему, помады, лаки, да. Я говорю, зачем, что это. Говорит, иди попродавай. Я артистка балета со стажем. Я помню, на одном эфире Кибис говорила, да, что как я буду продавать. У меня это было вот, да, я обратилась потом к знакомым, естественно, к балетным. Они говорят, да ты что, какой позор. Да это же просто себя никогда не смоешь, это пятно. Ты же артистка балета. Я говорю, ну, артистка балета у меня в холодильнике ничего не лежит, и у вас ничего не лежит. Надо же что-то делать. Вот, и, собственно говоря, это вот стало продаваться, потому что продажи и я, мне было очень страшно. Я просто открыла, девочки пришли, собрались, сами понесли это, значит, врачам туда, в их ординаторскую. И я поняла, что, наверное, продажи – это не совсем плохо, потому что наличные деньги сразу. Вот, это, собственно говоря, как я познакомилась. Это как в анекдоте. Илья говорит, это Арифлейм, я вступил в Арифлейм. И это как в анекдоте, знаете. Мойша, ты что? Говорит, да я вступил в партию. Говорит, вчера в Г, а сегодня в партию. И вот я говорю, опять ты куда-то ввязался, потому что бизнесы-то разные. Вот, и, честно говоря, в Арифлейм пришли, пришел Илья. И на тот момент еще не знали о том, какой план успеха. Мы просто пришли заработать на, на покушать, на деньги, которые должны были быть сразу. Ну, как, да, то есть, на самом деле, сын был причиной, почему мы пришли в Арифлейм, потому что, который должен был родиться вот в сентябре, пришли мы, елки-палки, в мае. В мае, да. Получается, да. Кстати, нам никто не сказал, что Москва еще как бы не в Арифлейм, потому что тогда бы я поехал в Москву сразу, если бы я в курсе был. Вот, мы не в курсе были, значит. Более того, мы не в курсе были, что это прямо такой сетевой маркетинг, потому что тогда, то есть, как бы, нас как пригласили, да, Саша Горич позвонил и говорил. Вот, можно 300 долларов взять продукции на реализацию, вот, а у меня торговая точка на рынке, как бы, да, ну, что, дают товару просто так, как бы. Кредит, тогда кредит никто не давал. Даже не под паспорт, а под честное слово, елки-палки, по целый месяц. То есть, экономикальная компания рискнула давать кредит. Пойду возьму, взял товар. Первая компания. Короче, первое, что удивило, что цены не в долларах, а в рублях, потому что, ну, тогда все было в долларах, а, как бы, ну, ценник был такой, как будто это в долларах, как бы. А когда оказалось, что это, ну, это так недорого еще и в рублях, ну, как бы, вообще классно. Вот, шведская косметика, так. Я первые две недели, знаете, чем занимался, вот, ну, наши знают, вот, попробуйте догадаться в комментариях кто-нибудь. Чем занимался я первые две недели? То есть, Марина в роддоме лежит. Все уже поняли, это, как бы, я и туда отправил, значит, сумку, сумку. Косметики. Косметики. Ладно, долго будет ждать. Вот чем телеграмм не очень удобен, да, насчет комментариев. Значит, первые недели я ходил по, а я, как бы, бизнес, как бы, да, то есть, как бы, у меня было производство кожаное, у меня была оптовая торговля, попытки, попытки. Розничная торговля, продукты питания, шубы, пиво, там, всякая фигня. Вот, короче, что я делал первые две недели? Я первые две недели я бегал по магазину в Санкт-Петербурге косметическим и заключал договора на поставку Арифлейн. Вот чем я занимался. Когда я заключил, как бы, два договора, я реально, как бы, я пришел, заключил, как бы, от себя два договора, показывал ценник, как бы, вот, выяснилось, что нельзя. Ну, как бы, оказывается, по правилам, как бы, мы не, то есть, сетевой маркетинг, это такая фигня, где, как бы, то есть, либо так, либо так, да, то есть, это такая модель бизнеса, где компания платит либо, то есть, да, компания платит либо рекламе и оптовикам, либо она платит покупателям за то, что они приглашают покупателей, да. Вот, тогда, как бы, в общем, немножко я подрастроился, значит, и зарегистрировали мы первого партнера, нашего, нашу соседку, который брали в долг на контракт. Контракт тогда стоил 35 долларов, вот, ну, а средняя зарплата в стране была 80 долларов, не знаю, сколько там в Москве, например, было, вот, а в Москве реально 80 долларов, в Питере 80 долларов, вот, а контракт 35. И мы заняли деньги у соседки, пришли, отдали, она спросила, зачем брали, показали, кто вам, зачем брали. Вот, она зарегистрировалась, потом стали для нее проводить домашние встречи, ну, и все, вот, она стала первым директором. Второй партнер, так скажу, второй партнер, которого зарегистрировали, это когда я возвращался из офиса Reflame, то есть это вот по поводу энергии, знаете, вот этой мотивации, что решает вопрос, почему там у кого-то получается, не получается, веры, не веры. Вот, я, ну, ничего не знал про Reflame, кроме того, что вот каталог косметика, вот план успеха, я еще его не изучил, там, какие-то проценты оптовые платят, окей. Вот, и Якубович в телевизоре на поле чудес выдает корзину с Reflame, да, вот, все. Значит, по дороге после регистрации, там у нас, как бы, там, проходишь метров 200, мостик через речку, вот на этом мостике я остановил девушку, значит, говорю, смотри, вон офис, да, там можно в Reflame зарегистрироваться, деньги заработать. Значит, девушка зарегистрировалась, а регистрация... Вот прям, вот так, вон офис можно зарегистрироваться, деньги заработать. Значит, слушайте, пожалуйста, историю просто. Да, ну, просто, я иду, я зарегистрировался, очередь отстоял, там, часа два на регистрацию, значит, план успеха... А там все живое, там, благословение. План успеха читаешь, но я понимаю, да, смотри, ты делаешь, приглашаешь людей, они делают покупки, значит, эти люди, тебе компания платит процент с товароборота. Значит, я-то на это все смотрю через призму обычного бизнеса. То есть, что такое процент с товароборота? Вот я, когда делаю собственный бизнес, да, я закупаю товар, например, как бы, вот, мы в свое время закупили радостно шубы, значит, весной, весной. Не, не, врус, сначала по-другому. Пиво мы закупили осенью, значит, импортное, шведское, кстати, пиво закупили осенью, значит, и зимой что-то это пиво, прохладительный напиток, фигово продавалось, значит. А весной мы это пиво, которое, вообще, ну, как бы, 19 лет не было, а весной, когда это пиво, значит, уже наступало время, собственно, когда его можно активно продать, мы поменяли на шубы. Знаете, если вот такой может. Да, ну вот, короче, смысл в чем? Ты вкладываешь деньги, да, продаешь, и вот у тебя есть какая-то маржа, процент от товароборота. А здесь ты, как бы, вообще ничего не вкладываешь, компания всем дает, значит, продукцию, как бы, под честное слово, бери, иди, как бы, продавай, там, что хочешь с ней делай, вот, и потом сама это все считает, а компьютер тогда был такой чудо-чудесный, вы что, ребята, у меня на тот момент не было компьютера, например, чудо-чудесный компьютер, значит, чтобы это все считать. А на чем ты будешь? На счетах деревянных считать? Значит, бухгалтеров надо нанимать, чтобы это все считать. То есть, компания-то все считает, это сейчас так все, как бы, естественно, просто, да, компания все считает и выплачивает тебе почему-то за вот этот весь товароборот, что люди сами ходят в офис реплеем, берут там продукцию, потом сами ее где-то, значит, продают на себя, намазывают, потом сами это оплачивают, компания-то все считает, а тебе платят процент с товароборота, а ты вообще ни копейки не вложил ни в чем. Это же, блин, просто сказка какая-то, подумал я в тот момент, понимаете? После бизнеса. И вот, это к чему? На этих эмоциях, я, значит, такой скачу, значит, и девушка такая идет, она что-то искала адрес, я потом выяснил, что она искала, она искала там комиссионку в магазин на Каменно-Островском, кто Питер знает. Вот, ну и, короче, я ей, как бы, там, радостно хватаю ее за рукав, тащу ее, значит, в офис реплеем, она регистрируется, выяснилось, она за регистрацию отдала деньги, она шла в магазин купить себе сапоги. Прикиньте? Ты как-то ее за рукав-то смотришь. Да, значит, я потом думал про это, как бы, так вот, насчет эмоций, знаете, есть такой эффект, вот у новичков, вот есть такие эмоции, что вот можно вот так вот регистрировать людей, незнакомых на улице, просто с лета, ничего не зная, по сути, ни о продукции, ни о компании, просто вот поняв принцип и вперед с песнями. Я правильно понимаю, что стоимость в Арифлейм регистрации была равна купить сапоги? То есть гораздо больше, чем сейчас? Смотря какие сапоги, но она шла, она шла купить розничные, ну да, так, средний доход был 80 долларов, а регистрация 35 долларов. Ну вот, ну как бы, найти деньги можно было жить, мы занимали, у нас не было, у нас была на тот момент торговая точка, еще раз, на рынке, да, она действующая была, там у нас там девочка работала, значит, продавцом мы ее тоже в Арифлейм зарегистрировали, естественно. Вот, и на 35 долларов, как бы, можно было жить, там, пару недель, там, ну, как бы, питаться, скажем так, нормально, да. Вот, а потом, что потом происходит? А потом, когда ты обрастаешь вот этим опытом, я все знаю, вот эти как раз эмоции уходят постепенно, знаете, как вот, как бы, в семейных отношениях, да, букет на, как это, конфетный период, да, есть, да. Вот оно как! И потом такая любовь вообще, такая стабильная. А потом другое начинается, да, потом другое начинается. Вот, вот этих эмоций, как бы, уже не хватает, на самом деле, новичок может гораздо, как бы, в рекурте, там, фору дать любому опытному монстру. Ну, я, я просто сейчас вспомнила, вот у нас офис в Москве на спортивной был, и вот эскалатор длиннющий поднимался, и мы просто с ребятами на спор, кто кого, кто с эскалатора больше людей зарегистрирует, у нас была вообще, ну, такая игра. Да, 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 то есть, реально, вот эти эмоции новичков, вот этот драйв, вот когда нету никаких вот преград, ты просто идешь и делаешь оборачиваться, думаешь, это я сделал. И это, вот, как бы, известный эффект абсолютно у всех, там, любой, как бы, опытный сетевик, там, американский, который, там, 50 лет, не знаю, в сетевом маркетинге, он про это, он Шрайтер про это, как бы, там, пишет, да, вот, что, там, новичок, как бы, в 10 раз больше зарегистрирует за один промежуток времени, чем опытный, да, опытный знает, но вот с этим драйвом, как бы, уже проблемы. Что делать опытному, да, как бы, эксплуатировать своих новичков, у них-то есть эмоции, у них-то есть знакомые, как бы, то есть, нужно идти с своим новичком к его знакомым, да, ты, там, раздувая щеки, как бы, там, все знаешь, а он, там, бурлит, булькает своими эмоциями. Это называется горячая встреча, да, по Шрайтеру, горячая встреча. И почему еще к незнакомым, да, потому что к знакомым-то мы пошли. Ну, я уже сказала, мои балетные вот так покрутили, сумасшедшие, как бы, и... Так, мы их заманили, помню. Да, мы их заманили еще, мы не сказали, что это Альплейм, что это СТО, что это такое, и, как бы... Заманили домой навстречу попить чаю, поболтать. Одна очень разобиделась, остальные развернулись, но одна из них потом, потом, через 10 лет, когда мы уже стали исполнительными директорами, зарегистрировалась. Уже потом глядя. Вот, а к знакомым, к родственникам Ильи, когда пошли... Ну, меня сразу все послали. Во-первых, он младший сын в семье. Старшие сестры, 31-32 года. Он... Сколько на тот момент? 10 лет. 10 лет. А, мне 26, да. 26. 26. Ну, вот, опять ты куда-то, Илья, вляпываешься, займись ты уже делом, институт ты бросил. Какой Альплейм? Ну, да, это, как бы, это самое, чокнутый родственник, вот этот, ну, как родственник, там, брат сына и так далее, там, племянник, который, там, да, ушел из института, и каждые полгода куда-то, там, вот, что-то у него... И когда Илья принес распечатку, а тогда, чтобы выплатила компания, нужно было зарегистрировать, тогда это называлось частный предприниматель, да, и проходило достаточно количество большой времени, и тогда вот просто были распечатки такие бумажные, которые ушли уже давно, ну, было лету, и показалось, что вот, у меня тысяча. тысяча долларов, которые мне заплатят, это было буквально, наверное, сколько прошло времени, они говорят, все это на бумаге, все это, тебя там напишут, эту фигину грамоту, мало ли кто там что-то напишет. Когда Илья принес уже сберкнижку, тогда на сберкнижку переводили деньги, и там лежат эти деньги, они, знаете, что сказали? Когда он говорит, давайте пойдем, вот, вот, у вас зарплата меньше, чем у Илья. Они сказали, а уже поздно, уже все в реплейме. Да, эти реплеймщики на каждом шагу, это август 96-го года, поэтому мы ржем каждый раз под столом, когда нам говорят, что как бы уже много реплеймщиков, это как бы уже все поздно, вы куда приходите. Это к тому, что, как бы, ну, не все бежали, что белями укладывались, и, естественно, кто посылали, и есть кто посылали на улице. Да, например, мне на улице остановить было всегда сложно, потому что до реплейм, ну, питерская вот эта менталитет, еще и балетный, где все как вот зашорены с кичками, там, действительно, есть такой момент. И я боялась подойти и спросить, сколько времени, я же человека буду отвлекать, как бы, ну, страшно, как бы, а тут еще и приглашать. Этот человек выступал на сцене Кремля. В итоге потом, да. Вот, поэтому так и далее знали, что о том, что будут открываться следующие города, и Илья поехал в Екатеринбург у нас, и когда еще не было офиса, тогда нужно было отправлять каталоги, я с Никитой маленьким ездила на вокзал, значит, сидит, значит, Никита у меня, ну, кенгурятники уже тогда, слава богу, были, здесь дождь льется, с одной стороны каталоги, так, с двух сторон, значит, запихиваем, мы туда договариваюсь с этим вагоновожатым, чтобы забрали эти каталоги, Илья там встречает. Потому что компания Replay еще не открыла еще офис, но мы знали, что уже будет... Мы делали, типа, регистрацию, как бы, план успеха и два каталога, то есть, как бы, его человеку выдавали, а он заполнил рекформу, то есть, Марина отправляла план успеха, рекформу, они были, ну, в бумажном виде под копирку, кто помнит, вот, и, как бы, каталог. Вот, и таким образом строили структуру. У нас на момент открытия офиса было, ну, когда ленточку перерезают, и, как бы, офис открыт, да, было 500 таких заполненных регистраций. Мы людей где-то неделю регистрировали, так, по очереди, поколениями. Но Илья уезжал... Это живьем, интернета-то не было, это нужно живьем было прийти в офис. Уехал-то где полгода был, находился без возврата домой, поэтому сын, когда рос у меня, и мы ходили гулять, и он шел и видит мужчину, говорит, это папа? А он уже начал, папа? Я говорю, нет, сыночка, это не папа. И я увидел, как маленький Никита Рос... Как я видел? Я один раз фотографию увидел. По фотографиям, скажем так, которые нужно тогда еще тоже было распечатывать. Мы встретились посередине вот этой всей, как бы, эпопеи полугодовой в Москве, даже не в Питере. На банкете. В Москве на банкете Марина привела фотографию сына, как бы, вот мне. То есть я даже в Питер не заехал, я приехал на банкет в Москву и уехал обратно в Екатеринбург. Потому что это, как бы, было, ну, и морально достаточно тяжело, и физически все это, как бы, и на себе носить, и так далее. Но те возможности, которые давала компания, конечно, нельзя было не взять. И мы это понимали, что это работает на будущее. Что вот такое будущее будет, конечно, мы не предполагали, мы просто пахали. Мы просто пахали. Мы делали это невероятно. Спасибо за вашу историю. Вот сейчас наше время проще работать. О, вы у меня пропали, и я в этот перерыв говорила сейчас. Нет, мы слышали. Ага. Просто комментарий. Насколько же наше время проще работать? Прямо спасибо за вашу историю. Мы раньше просто рассказывали историю. А сейчас мы это говорим, чтобы люди понимали, кто сейчас приходит. Даже дело не в молодежь, что сейчас, да, то есть, чтобы купить продукцию, то есть, вот просто телефон, кнопку нажал, тебе привезли. Чтобы зарегистрировать, кнопку нажал, человек зарегистрировался, он вообще фиг знает, где живет. То есть, раньше, чтобы человека зарегистрировать, нужно было ножками, вот в Москве на Усачево, у нас на Карповку прийти, еще там в очереди стоять. Значит, мы когда знакомые все нас вот дружно послали, сначала как бы Маринины, потом мои, Маринины реально. Мне просто сказали, слушай, иди нафиг, вот так вот. Ну, примерно так. Ну, там, друзья. У меня как-то было так, что все люди, с которыми я пробовал бизнес делать, они меня старше, там, на 10, на 15 лет, то есть, как бы, ну, то же самое, как бы, иди нафиг с этой реклэмой. Значит, Маринины вообще обиделись. Маринины родственники первые зарегистрировались, когда мы исполнительного директора закрыли, да, то есть, вот, а Маринина тетя, это был первый родственник, директор, когда мы закрывали золотого исполнительного. Исполнительного мы закрыли раньше, и я такую могу историю сказать, это яркое вот у нас, что нас тоже сподвигло. Мы, когда начали зарабатывать на уровне директора в Арифлей, мы стали снимать квартиру, из коммуналки переехали, слава богу. И стали снимать квартиру, и, конечно же, квартирный вопрос, как и всех в стране, очень сильно интересовал. Тогда никаких ипотек не было, ничего. Точно. Я вспомнил, какая история. И прискакивает Илья, такой возбужденный журнал «Мир Арифлейм», и там на обложке, ты наверняка помнишь, Тамила Полежаева. В смысле, не Тамила, а журнал этого. Журнал. И исполнительный директор, первый исполнительный директор компании «Арифлейм» в России. И Илья говорит, Марина, посмотри, это всего 12 групп. Посмотри, простая женщина. Вот так же голова, две руки. Так что, мы не можем, неужели мы не можем этого сделать? Посмотри, она просто взяла и сделала 12 групп. Сели, стали рисовать эти кружочки. А тогда в плане успеха прямо было, как бы вот, исполнительный директор, 12 кружочков, и там такие, как бы, люди. Да, я это вырезал из плана успеха, значит, подписал тех, которые у нас уже шли на директора, ну, как мы тогда думали, да, и вот 12 имен прямо вписали, как бы, да, вот, из тех, сколько, 4 стало директорами. И что характерно не все из них. Да, совсем не все. Стали. Видимо, им нужно было меньше. На обратной стороне, в какой газете, вот, не помню, рекламационка, не важно. Ну, не важно. Насчет квартиры. Вырезали план квартиры, какую мы хотим. На тот момент мы хотели трехкомнатную квартиру, и она была таким, как раз, полукруговым балконом на все стороны выходила. Но, по нашему мнению, четырехкомнатную, видимо, покупали только олигархи, поэтому трехкомнатная. Да, трехкомнатная, это, ну, как бы. И так уже, как бы, за пределами. У моих родителей двукомнатная, у них трехкомнатная, у них трое детей, там, государство давало, нам уже ждать от государства было нечего. Ну, мы подумали, ну, вот, трехкомнатная, давай так, вот, как бы, вот, все, предел мечты. И для этого, чтобы купить эту квартиру, мы посмотрели, сколько это стоит, это нужно было закрыть исполнительного директора. Чеками, да, то есть, за директора тогда чек не давали, а за золотого было, господи, три группы было. Было три группы, не три группы. За золотого чек тоже, по-моему, не давали. Подожди, да. Да, 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 было три группы, и чек, по-моему, не давали, только чемодан этот с ручкой, это, самсунайтовский, вот, ну, в конференцию поехали. Ну, неважно, короче, чеки сложили, сколько мы будем зарабатывать, никто был не в курсе, как бы, вот, сколько ты, это, Томила далеко не спросишь, значит, в Москве. Да, как бы, телефонов не было. Телефона Томилы не было, интернета, тем более. Да, да, и поэтому мы так, просто чеки сложили, 35 тысяч долларов можно было тогда купить, извините, трешку в те времена, значит, вот, ну и все, мы это приклеили, вот, как бы, 12 кружочков исполнительным директором, на обороте, как бы, вырезан план квартиры, значит, заламинировали и с этой фигней ходили, и вот именно с этой фигней нас все и посылали, как бы, ну, идиоты какие-то. Мы купили квартиру на уровне бриллиантового директора, когда уже доход позволял и чеки, и это произошло раньше. Это как раз когда, получается, я в Екатии был, да, квартиру? И это была первая мечта, скажем так, которая осуществилась компанией, это просто было, конечно, знакомые ходили, смотрели, вот, как эта квартира, тогда трешек, ну, у каждого было, у молодой семьи, впрочем, наверное, как-то и сейчас, как кого? Компания Арифлэйм, лидеры могут покупать такие вещи и не в кредит, и не в рассрочку, ипотеки не было. После того, как вам уже сказали, что поздно начинать, и надо было раньше. Да, 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 но все равно потом определенное количество людей зарегистрировались, но уже, когда мы получили результат, ну, вот так, у нас такая вот история. То есть, получается, знакомые не пошли, все отказали, в Питере невозможно к людям подходить, ну, как бы, да, вот, вы пошли просто в другой регион, и все равно пошли по людям, и вот первые шесть группы, это холодные. В Питере у нас, нет, в Питере у нас, господи, пять директоров в Питере, да. О, Питере, оказывается, можно. Ни одного какого, ни одного родственника. Это в этом смысл. Да. То есть, первый директор – это соседка, но она потом, но она врач-патологоанатом, она там осталась, но купила себе, вот, кстати, по поводу целей и так далее. У нее была цель купить дубленку, в те времена это было круто, крутейшее, значит, и мобильный телефон, и машинку. Она купила дубленку, сделала директора, купила дубленку, мобильный телефон и Volkswagen Polo, и все, бизнес у нее на этом закончился. Но ее потребности закончились. Потом, в кризис 98-го года, она просто, она в кризис вошла уже не будучи вот эмоционально в бизнесе, она вся, как бы, вот, все свои потребности закрыла, ну и до свидания. А кризис, как бы, ее группу убил, грубо говоря, да. Вот, а это к чему? Вот, это вот единственное знакомое, все. Все. Слушайте, а что это, у вас тоже люди, что ли, уходят? Да еще как, ты что? Если бы никто не уходил, мы бы уже, это того. Мы бы уже... 20 лет назад тоже уходили, да? Еще как. Это такой вопрос. Как это пережить? Люди, как-то странно, значит, это вот, как это сказать, не корова, да, то есть ты ее не привяжешь в стойле, как бы, вот они, блин, почему-то имеют обыкновение менять свои жизненные приоритеты, как бы, уходить, выходить замуж, переезжать вообще и просто ехать крышей. А ты знаешь, а вот могу сказать... Ну, есть такие, да, вот, извини, может... Согласен, согласен, у меня тоже. У нас есть люди, которые у нас были в первом поколении, значит, сейчас они не в Арифлейм, а под ними остались ребята бриллиантовой структурой. Прикиньте. Блин, сколько они потеряли, когда они ушли не вовремя. А у одного своего бывшего директора, я... Она стала заниматься маникюром ногтей, вот, 98-й год, она, ну, ушла, скажем так, да. Я спрашиваю, а что, почему-то, ты понимаешь, что мы, говорит, тогда вот так все, вот, говорит, у меня выросло, а кризис 98-й год. Ну, само, как бы. Вот как, вот мне, я приглашала людей, все шли, а 98-й год, ну, я просто думала, что это будет всегда. И когда я уже потом увидела, что у меня, оказывается, уже группа не 21%, а 21%, а нужно предпринимать усилия, ну, я как бы и не стала предпринимать больше усилий. Я просто думала, что это будет вечно. Вечно будут идти объемы продаж. И вот, наверное, ответ и на тех, кто... Ну, есть такой момент, что если мы построили, мы считаем, что это будет всегда и вечно. Вот Илья сказал, ни корову не привяжешь. У людей меняются жизненные ситуации, меняются... Ну, слава богу, жизненные ситуации меняются так, чтобы нам возвращаются люди. Есть такие, на самом-то деле, кто уходили из рефлеем, потыкались, посмотрели, поняли, что... Ну, вот, кто-то по найму на работу устраивался, те вообще возвращаются очень быстро, потому что, ну... Да ну нафиг, вот такая комментария, да ну нафиг этот найм. Да ну этот найм, там это... Ты, говорит, даже с подписи сходить спросить, лишний раз чай не попьешь. А у нас-то можно и чай, и кофе пить, понимаешь? Вот, понимают. И те, кто свой бизнес организует, тоже очень много всяких сложностей. Некоторые банкротства оформляют, ну потому что сложно не выживать. А в компании рефлеем никаких рисков, и поэтому всегда можно вернуться. Это тоже очень хорошо. Мы никогда не говорим, нет, это не навсегда. В общем, вы под зад ногой им не даете, предателями не считаете, и связи с ними не прерываете. Нет, конечно. Ну а почему мы должны придать? Или у них своя жизненная ситуация? Они, если они, конечно, красиво ушли на BBC, нет, но одна из таких ярких, вот если по поводу ухода, да, определенная компания, офисы, у нас была структура, мы думали железобетонная, потому что там золотой директор под ним, золотой директор, золотой директор, и дальше еще несколько директоров. Они все в одном регионе, и вывеска у них была рефлейм. И они одномоментно, тогда очень охотилась определенная компания, она менеджеров СПО предлагала. И в то время это тоже было. Да. И они просто перевесили эту вывеску. Просто перевесили. И мы смотрим группу что-то как-то раз-раз-раз, и узнаем о том, что вот, ну, что приняли мы, предприняли какие шаги мы. Некоторые говорят, что у меня депрессия начинается, да, я расстроен, почему уходят. Ну, мы поняли, ну, уходят они, потому что, ну, да, им кто-то сделал более выгодное предложение, а не потому что мы такие плохие. Как они думают. Они так думают, да. Мы просто обзвонили всю-всю структуру, буквально все, каждого. И выявили тех, кто хочет именно рефлейм, и хочет зарабатывать деньги. И сейчас эти... Выяснилось, да, что при том, что несколько вот в цепочке лидеров, группы, ушли в другую компанию, как бы, оказывается, не все менеджеры, как бы, их готовы поддержать, скажите, мы не пойдем. А уж говоря просто, ну, как бы, про партнеров, потребителей, а чего вдруг, если мне нравится косметик рефлейм, я с какого перепугу вдруг должен, потому что, как бы, вот этому товарищу что-то там в голову взбрело, вдруг должен, значит, чем-то другим пользоваться, в связи с чем. Вот. Люди у нас какое-то время, то есть, а у нас все СПО, как бы, сказали до свидания, понимаете, да, то есть... Там было три... В какое-то время обслуживались, как бы, в параллельном СПО, потом мы, как бы, нашли ответственных людей, которые решили, что они хотят, как бы, взять на себя, как бы, помогли открыть СПО, и все, и возобновили все дела. Почему мы восхищаемся нашей командой, те, кто здесь, вы потрясающие. Мы вас очень всех любим. Кстати, Наталья Александровна Александрова пишет, благодаря Марине Илье я вернулась снова, хотя и свой бизнес, детские праздники. То есть успешно и вернулась. Десять лет на связи держали и звонили, просто чисто по-человечески. Помните, вот сейчас важный момент, я просто хочу еще раз на этом акцент сделать. Когда кто-то уходит, это нормально. В глобальном корпорации бизнесе всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Эта движуха постоянно приходит, да, уходит, приходит и так далее, да. Но просто где ваше внимание, там энергия. Что они сделали? Они обзвонили и зацепились за тех, кто не собирается уходить, кому нужна помощь и поддержка, и кто готов остаться и развиваться. Ребят, вот это важный момент. Вот спасибо вам за эти акценты. Ой, тут пишут, ничего себе, а сейчас за каждый шаг деньги. Ой, ну слушайте, ваша история, она просто открытие делает в комментариях. Вы сами вообще даже думаете, ничего себе. Ты рукой пошевелил, у тебя уже деньги. Сейчас вообще вот эта программа менеджерская, когда бы ты ни был в истории, и тебе будут дарить деньги за те же действия, которые ты делаешь, и они намного проще, нежели то, через что проходили те, кто на старте был. Да, как бы, извините, сейчас не первое время, когда какие-то сложности. В том же 98-м, в 2008-м году тоже были проблемы. В 98-м я наблюдал, как люди, лидеры, сидят на ступеньках офиса и плачут, обхватив голову руками. Да, ну что, как бы, сидят люди как-то со структурами. Ну потому что все сыпется. То есть, как бы, и ай-яй-яй. И вот просто... 98-й год был, как бы, жестким. Да, помните, с 6 рублей до 28 рубль, как бы, за доллар, как бы, там, за одну ночь. Пусть продал нормально. Да, и, как бы, группы прямо посыпались, и, как бы, там, у людей была паника. Просто были люди... Вот в чем смысл? Как бы, я был тогда в Якате, да? Кстати, видел там Владимира Полежаева, который встречи проводил по бизнесу. С утра до вечера. Я тогда понял, что еще не я должен бегать, кстати, по людям, а я должен сидеть, как Владимир, а чтобы к тебе людей приводили, как бы, и все. Экономия времени. Вот, короче, вот были люди, которые каждый день проводили встречи, да? А были люди, которые сидели и плакали, вот реально просто. Вот не брились, там, мужики такие, ты что не бришь? Да вот, блин, ты что, ты видишь, что происходит вообще? Вот, и все. Ну, и из этого разница в результате, в итоге, если честно, как бы, получилось. Как бы, вот, как ты реагируешь на всякие разные кризисные события. А по поводу компании нашей, вот, мы уже прошли несколько кризисов нашей страны вместе с компанией Арифлей. Компания Арифлей в 98-м году ни на один день не закрыла свои двери. И как она обещала выплачивать деньги, она выплачивала вовремя. При том, что, как бы, насколько это было сложно для компании, потому что курс уехал, сырье нужно было закупать точно так же по тем же, как бы, вот, по этому курсу. И компания нас поддерживала. И я помню, и проводила мероприятия, которые нас приглашали. И мы очень благодарны, что вот у тебя первая неделя каталога начинается, и ты знаешь, ага, сейчас денежка упадет. И ты ни разу не сомневаешься в этом, потому что это уже было 27 лет и будет. Поэтому мы в величайшей компании, которая всегда поддерживает, прежде всего, лидеров. И понимает, что главное – это люди. Кадры решают все. Это действительно так. 98-й прошли, 2014-й, 2008-й, да? Сколько там на нашем веку было кризисов? Эти все ситуации, все абсолютно повторяемы. Люди приходят, люди уходят, люди со структурами. Кстати, я сейчас вспомнила, Владимиру Томилу Полежаеву несколько раз пытались перекупить миллион долларов, но как бы не маленькая сумма. Это еще в тот момент, когда они, Томилу и Полежаеву, не получили миллион долларов от компании. Обещали миллион долларов просто за то, что ты даешь свое имя, что ты сотрудничаешь с новой компанией. Представляете? Ну ладно, мне папа еще сказал, что потом и несколько миллионов обещали. То есть, представляете, это же вопрос цены тебя как лидера, как наставника. Ладно, тебя купили, а твои люди. Как потом им в глаза смотреть? Что, все время перебежчиками, переписками, все время работать? Но если у них это все знание есть, значит, они от тебя точно так же туда уйдут. И вы знаете, я, конечно, очень благодарна. Да, вот по поводу сознания, извини, это вот именно вот ровно так и работает. То есть, если ты у кого-то взял людей, будь готов, что они потом с такой же легкостью еще в следующее место уйдут. Они уже знают, что так можно. Если ты сам куда-то пошел, будь готов, что твои люди как бы тебя повторят, как бы, то есть, ну, без проблем. Но, с одной стороны, вроде как это как бы все нормально, да, просто потому что, ну, человек ищет там, где лучше. Просто вопрос в том, насколько ты адекватно осознаешь, где лучше. Насколько у тебя критическое мышление. Есть такое понятие, да, критическое мышление. Ты веришь словам, ты веришь рекламным уловкам, вот по телевизору. Вот ты идешь и покупаешь все, что по телевизору рекламируется, понимаешь? Или ты как-то подвергаешь сомнению то, что ты слышишь, и пытаешься собственные выводы сделать. Да, мы с Арифлейм, потому что, ну, как бы, мы понимаем, мы знаем, что такое, как бы, вот эти конкретные шведы, семья Фьюбников, да. И здесь дело уже не в Йонасе и Роберте, а в целом в семье. Восчастливилось быть в гостях, когда мы были в Глобальном Совете 4 года, и быть на острове и Йонаса, и Роберта. И мы видели их ценности, какая это семья, насколько они любят, уважают людей, своих лидеров, облизывают нас, просто облизывали, просто вот ходили, как бы, какое счастье, лично встречали и катали на вертолетах там и так далее. То есть они понимают, что вот эти лидеры дают жизнь их компании. И они, их ценности потрясающие. Вы же знаете, есть такое выражение, многие считают, что это Рокфеллер сказал, но это, по-моему, это какой-то писатель сказал, я не помню, вроде как, чуть ли не Хомингуэль. Но по поводу 300% рентабельности, да, что за 300%, ну, переводить, за 300% рентабельности, как бы, предприниматель готов на любое преступление, да. Вот, ну да, но это по-другому звучит, я вот честно, как бы, не могу запомнить, но смысл в том, что там три части этого высказывания, но последнее, что вот за 50% рентабельности предприниматель готов на это, за 100% на это, а за 300% нет такого преступления, на которое бы не пошел, как бы, предприниматель. Это про капитализм было сказано в начале 20 века. Вот, и это к тому, что вот семья офигников не про это, вот это вот нужно хорошо понимать. Да, они совсем про другое, как бы, здесь, как бы, рентабельность, деньги и люди, как бы, это разные совершенно приоритеты. И в этом плане понимая, что, что такое Reflame, что такое наши производственные мощности, как мы, что мы разрабатываем продукты, мы не просто клеим этикетку. Ну, вот вы знаете, допустим, Алла Пугачева в свое время выпускала чипсы. Она же не разрабатывала чипсы. Она пришла на завод и сказала, вот, как бы, сделайте мне чипсы и приклейте туда, как бы, Алла Пугачева. Понимаете, в чем дело? У нее были духи Аллы Пугачева, она их не разрабатывала. То есть пойти на... Сейчас, как бы, глобализация. Можно прийти на завод и сказать, там, давайте мне, как бы, там, вот, линейку ухода за кожей, вот, линейку, там, протеиновых, там, коктейлей и так далее, да. Вот, у нас тут под Барсуновой завод есть, кстати, протеиновые коктейли производят. Пожалуйста. Значит, приклеим этикетку, придумаем историю, будем продавать, как бы, да. Вот, ну, просто это один и тот же протеиновый коктейль, который продается, или там один и тот же крем, или один и тот же парфюмерный запах, который продается под десятками брендов, просто разные наклейки клеятся. Понимаете, в чем дело? А разрабатывать собственное – это совершенно другая история. Как бы, иметь собственную лабораторию, собственные исследования, собственный штат ученых – это совершенно другая история. Вот, у Reflame это есть, да. И поэтому мы можем говорить о том, что мы предлагаем действительно, как бы, реальное качество, крутой продукт. Понимаете, в чем дело? Который отличается, обладает эксклюзивностью. Это, может быть, тяжело донести, это, может быть, тяжело рассказать. Но просто понимая, что чем мы отличаемся от большинства сетевых компаний, которые нифига никаких собственных разработок не имеют, понимаете, вот, офис у них там, в офисном, это, там, в каком-то помещении, просто там офис номер такой-то, да, вот, и все. Вот, и как бы ни одного собственного производства, тем более лаборатории, вот, компаний много, ну, много. И с разными компаниями можно заработать. Вопрос в том, где эти компании будут через 25 лет. Как долго-то будет? Нас это интересует, так же, как и 27 лет назад. Потому что, когда мы пришли в Reflame, уже через месяц, вот, у этой самой Карповки, меня за рука ловит человек. Значит, Марина все еще, значит, на сохранении. Значит, ты говорит, а там, как бы, там, ну, народ тусуль, Reflame щеки, значит, шум пошел по городу, значит, там, вот, продукция офигительно хорошо продается. То есть мы были все в шоке, блин, по сравнению с тем, что мы знали до сих пор, компания, которая до этого момента. Крутые, крупные MLM-компании, звезды мирового бизнеса, да, там, Herbalife, Amway, он, правда, тоже был, как бы, там, нелегальный тогда еще, Avon, Mary Kay, Scepter, там, тогда шумел, шумел. Вот, и насколько мы просто на порядок, по-другому, как бы, легко продаемся, вот, ну, как бы, как наши продукции, как бы, уходят, да, то есть просто вот так вот. Короче, ловит меня мужик, парень на улице и предлагает компанию Vision. Не Vision, как у нас серия называлась, да, в Reflame, а Vision International People Group. Может быть, кто-нибудь помнит. Значит, кто знает, что... Крутейший маркетинг, бесплатный. Сколько у вас регистрация стоит? 35 долларов, да вы идиоты, у нас бесплатная регистрация. Сколько вам платят? Да вы идиоты, у нас вон в два раза больше. Вот, все круто. Основатели, эти самые, французы, Фабрис, как там, забыл, как его фамилия. Кстати, с ним потом еще через несколько лет встречались. У нас тоже пытались переписать. Он лично нас вербовал тоже, да, в свою очередную компанию, да. Вот, мы потом долго хохотали, значит, там были средства для поднятия потенции. Значит, кто знает, Глориан, по-моему, называлась, да, но неважно. Он нам давал пробники, но неважно. Ну, короче, вот ловит за рукав. Ты рассказываешь, что вот есть крутейшая компания, Reflame уже все. Ты же видишь, сколько людей, уже полгорода подписано. Какое у вас будущее, как бы там, как бы, что-то здесь словишь. Кто-нибудь знает вообще, что это за компания Vision International People Group? Ну, Маргарита, наверное, знает, а вот многие, я думаю, даже ни слухом, ни духом, потому что, ну, где они? А вот теперь слушайте внимательно. Значит, потом было самое смешное, значит. И у нас тогда ушел 15-процентник туда, вот в 96-м году. Радостно ушла. Значит, в 98-м году приглашают в компанию Ipsum, которые продавали приставку для телевизора, типа, короче, как интернет, да? Не знаю, чем сравнить там, ну, не важно. Ну, короче, который позволяет, как бы, телевизор использовать как компьютер, выход в интернет и так далее. Собирали по 500 долларов. Крутейший маркетинг. 100 тысяч долларов ты начнешь зарабатывать уже через месяц. Я говорю, да, классно. Я вообще не обещаю 100 тысяч долларов. Вот я могу обещать только 1000 долларов. Это то, что просчитывается в маркетинг-плане. Это то, что я знаю, вот я могу просчитать действия, количество действий. Я могу тебе обещать, что если ты будешь делать то, что я говорю, ты начнешь зарабатывать 1000 долларов в месяц в Reflame, вот если вот это пройдешь. Больше это уже от твоих лидеров будет зависеть. Как я это могу просчитать? Фиг его знает до кого-то, кто у тебя придет. А там 100 тысяч обещают. Короче, знаете, что такое Ipsum? Это тот же самый Fabrice, когда у него лопнул Vision, а Vision выкупил как бы их же лидер Буряк. Ну, неважно, потом в итоге все равно никто не помнит про этот Vision. Значит, Fabrice, этот француз создал, значит, Ipsum. Значит, где Ipsum? У нас в Ipsum из Yekata ушел человек с 18%. Значит, а это самый старт Reflame на Урале. Представляете, только-только запуск. Вот, дальше. Еще два года проходит. Вот нас в Питере приглашает этот же, значит, Fabrice. Значит, новую компанию в очередную Gloria. С крутейшим маркетингом. С инновационным там продуктом. Где они? Понимаете? Поэтому нас интересует, значит, все замечательно, ребята. Как бы маркетинг-план, это чудесно. Я могу нарисовать маркетинг-план, где вам будут платить 200%. Помните советскую российскую басню, когда из рогожки 7 шапок? А, 7 шапок, да. Вот из одной рогожки можно сделать 7 шапок. Можно даже 27. Понимаете? Ну, очень маленьких. Ну, очень маленьких. Понимаете? Носить невозможно. Вот. Да, компания может много платить, но недолго. Вот. Как вот этот товарищ Fabrice, который там, он создал компанию за компанией, обещал золотые горы, снимал чеки и уходил. Вот. И эти же компании, что самое смешное, породили команды людей, которые называют себя сетевики, которые стали переходить из компании в компанию, каждый раз в новую, снимать там сливки, да, и вот всю жизнь там. Вот есть инфо-цыгане, а есть MLM-цыгане. Реально, реально. Я знаю такие команды, они очень матерые лидеры, с большими чеками, но у них реально и мышление, и понимание сетевого, как новая компания. Мы с командой сливки собрали, ушли, перешли дальше. И когда мы разговариваем, что мы 27 лет здесь, в одной компании, у нас стабильный заработок, у нас дети уже отучились, да, там, ну, дети, это мы, да, отучились там в Америке, Англии и так далее, самое лучшее образование получил, и мы все еще этот бизнес продолжаем уже бизнес, значит, и родителями. И у них такие глаза, ну, как бы, ну, нет, мы еще что-то поищем. Ну, просто у них такое мышление, надо понять, и не тратить на них. Это можно, можно искать, это правда. Просто если бы Арифлейм был маленькой компанией, которая там только 5 лет назад появилась, у Арифлейм не было бы своих производств, у Арифлейм не было бы собственных лабораторий, где разрабатываются продукты, у Арифлейм не было вот этой семьи владельцев, именно семьи, уже не просто там вот братья, которые создали, да, а уже там третье поколение владельцев, которые работают в компании на должности охраны. Извините, Испанией руководил один из членов семьи Афьокников, как бы Арифлейм в Испании, между прочим, да. Помните, когда на сцену приглашали всю семью, вся сцена была просто вот в детях. Эти ребята не хотят, понимаете, а как обычно, вот что такое американский, допустим, стиль, да, то есть создать компанию, довести ее до определенного уровня и продать нафиг, а потом всю жизнь жить на эти деньги. Это не про эту семью, да, это немножко разные вещи. Вот, и поэтому, если бы Арифлейм была не такой компанией, ну, мы бы тоже, наверное, искали, потому что, ну, не секрет, мы бы Арифлейм пришли как бы тоже, как бы это была наша вторая MLM-компания, да. Вот в той компании нам было немножко стыдно работать, вот скажем так, немножко сильно, немножко сильно стыдно работать. Вот, а Арифлейм это та компания, где ты, как бы, ну, с открытым сердцем, и я вам так даже скажу, это, может быть, папусно звучит, редко когда это высказываю. Мы же, как бы, из Советского Союза, как бы, там, я комсомолец, все такое, хотел вообще делать карьеру, как бы, в области, там, на партии, на номенклатурной области. Вот, а в 18 лет я осознанно крестился, католическую веру, как бы, извините, вот, так получилось, да. Вот, и я вам что хочу сказать, вот, я сказал, что я осознанно ушел из традиционного бизнеса в сетевой, да, потому что в традиционном бизнесе, вот, я был молодым, через несколько лет я почувствовал, что я скотинился, вот, по-другому сказать не могу, я скотинился. Я начал разговаривать матом, да, и ты живешь в парадигме, тебе нужно убить всех конкурентов, просто, вот, замочить, как бы, чтобы их просто не существовало. Понимаешь, то есть ты должен думать о том, чтобы, чтобы, вот, у тебя справа, слева есть конкуренты, чтобы их, как бы, чтобы их не было, не чтобы самому, как бы, стать лучше, да. Вот, а сетевой маркетинг, это как, вот, как бы, христианская, ну, как религия, где ты сеешь добро, понимаете, и ты с таким вот светлым чувством живешь, это настолько, как бы, вот, у меня вот резко, в одну секунду изменилось мироощущение, когда я из традиционного бизнеса ушел в сетевой, в Арифлейм, это, как бы, ощущение света, понимаете? Потому что зарабатываем, а только если зарабатывают наши люди, и чем они больше зарабатывают, тем... А мы же, типа, с вами конкуренты, кстати, ну, мы же из параллельных структур, да? Мы никогда конкуренцию не чувствовали. Ну, да, да, но я просто про то, про, ну, вот, если смотреть тем взглядом... Да, на бизнес, как бы, да, вот, как бы, вот, их вот отодвинуть, только мы там... Ты знаешь, я тебя помню, вот, если можно, как бы, на корабле, когда был круиз с Карибом, да? Потому что была Снежана. Ты была... Снежана была маленькая. Снежана была ниже стола, ты чуть повыше. Снежана была ниже стола. Ты знаешь, пешком под стол ходила, мы вас помним. И тогда вот был разговор с Магнусом Брэнстромом. Это был в последний день. Вот, и он потом собрал, как бы, вот, ну, присутствующих, кто был на этой конференции, тогда у нас было немного. Вот, и, как бы, это была такая картинка, вот здесь, как бы, вот весь рынок, да? И часть рынка – это Арифлейн. И вот мы, вот, я так рисую, это как сегмент. Вот весь рынок, да? А мы, вот, часть рынка. И вот мы, вот, не внутри вот этого сегмента должны конкурировать, а мы должны вот со всем остальным конкурировать. Как бы, то есть не друг с другом бороться, вот внутри Арифлейн, да? Перетягивать одеяло. А, как бы, вокруг нас огромный потребительский рынок. В Оске мы должны были рост. Мы должны быть лучше, чем, как бы, лучше, чем магазины, лучше, чем, там, сейчас, онлайн-магазины, чем Viberis и так далее. Мы должны уметь предлагать людям что-то более полезное, позитивное для них, чем предлагают магазины. Ну, потому что, да, как бы, кроме того, что у нас классный продукт, ну, есть, как бы, другие компании, которые предлагают классный продукт, но они продаются через, там, грубо говоря, ритейл, да, который может быть оффлайн или онлайн, да? Вот, а продукт можно купить разными путями, а вот, как бы, в придачу к продукту купить живого человека, который, там, тебе чуть ли не массаж делает, да, как бы, вот это только мы. Вот, очень крутая тема, очень крутая тема. Как сейчас приглашать? Вот, вот, чем мы выделяемся от других вот сейчас, как приглашать людей? Маргарита, ну, мы как раньше отличались, вот, чем, вот, мы уже проговорили, вот, сейчас говорю, и все говорим, не даем тебе слово вставить. Тем же мы и сейчас отличаемся абсолютно тем, вот, про что Илья проговорил, именно человеческое общение. То есть мы говорим не про продукцию сейчас, мы как раз говорим про то, что Арифлайн 27 лет, сколько она пережила кризисов. Это кампания про людей, для людей. Смотри, что ты здесь можешь реализовать. Короче, мы говорим то же самое, что и 27 лет назад, и 20, и 15, и 10, и, о, Господи, еще через 15 лет, потому что все зациклимо, все повторяем. Просто офигенно спасибо за ваш опыт. У меня такой вопрос. Друзья, я хочу еще раз сделать акцент, да. Они пишут, что я думаю, я-то думаю, почему вам уже ничего не страшно, а вы вели в России бизнес в 98-м году, ржут тут такие. Вот вы помните начало истории, да, кем были Илья и Марина, как они пришли, как начинали. И встреча с миллиардерами, встреча на острове основателей компании, где не снизу-вверх, а наоборот, основатели-миллиардеры показывали свою благодарность, поддержку и просто вот умеют благодарить хорошо работающих лидеров. Вот расскажите немножко про их дом, про их устои, про их мысли, про шведов, кто они такие, с кем мы вообще работаем. Ну, ты, наверное, лучше нас-то знаешь. Ну, я могу такую историю рассказать, что было мероприятие, был какой-то промоушен от компании, и приехали Роберт и Йонас, по-моему, они вместе приехали. Это было мероприятие, нас пригласили, те, кто выпал промоушен, был богатый, как всегда, все было богато. В Питере? В Питере, да. А, был Роберт один. Нет, Йонас там танцевал. И наши же лидеры, ну, как, они сидят вместе за столом. И тут одна, значит, взяла, значит, Йонаса и стала танцевать с ним. А он пожилой же человек, как бы, и она танцует один танец, и еще, и еще. К ней подходит, значит, не помню, кто-то из Камо, говорит, слушайте, ну, как бы, встаньте. И он говорит, нет, я буду с ней танцевать. И Йонас говорит, столько, сколько она хочет, что она этого же с ней делает. Вот это показалось. А это, чтобы было понятно, это было именно какой, вот не помню, какой-то был промоушен прямо, это было, то есть там, ну, как бы люди на уровне директор были. Ну, то есть вообще, вы знаете, даже новичкам, даже нетоповым лидерам, да, доступно руководствовать какие-то свои пожелания высказать или просто станцевать. Вы знаете, а меня, кстати, очень вдохновило, удивило, когда я проводила школу актива, вот молодежную, да, у нас был выезд на 200 человек, подмосковный пансионат. И вот на это количество молодых предпринимателей «Рифлейм» в России приехал Александр Афьокник, это сын основателей, и у нас была отдельная встреча, где наши ребята, я прям горжусь вопросами, которые наши мальчишки и девчонки задавали, один из вопросов был, вот, Александр, вы богатый человек, как бы вы не первый год, не первое поколение уже богатый, вот как нам сейчас воспитывать детей так, чтобы дать им достаточно, потому что у нас есть финансы, ресурсы и возможности, но не перекормить их, чтобы они дальше хотели расти, развиваться, и чтобы они тоже хотели чего-то достигать и желать в этом мире. И Александр тогда ответил, добро пожаловать в другой мир вопросов. Это было так классно, конечно, вообще невероятно. Да. В общем, знаете, да-да-да. Ну, мы слушаем какие-то еще. Насчет офьёкников у меня две вещи, там, в память врезались, это по поводу того, что офьёкники не про, то есть это не скрудж-макдак, который, вот, как бы, деньги. Потому что, когда у человека есть деньги, была конференция. Макдак – это мультяшный… Ну, да-да, кто не знает, кто не знает. Из нашего детства. Из нашего детства. Я думаю, здесь была более молодая аудитория. Конференция «Рефлейм». Значит, не помню, какая-то деловая часть мероприятий. Первый ряд. Значит, мы почему-то сидим в первом ряду, хотя мы тогда были, там, я не знаю, там, наверное, сапфировые. Вот. И вот рядом садится Роберт Офьёкник. Да? Значит, садится, и мы так смотрим, а он пришёл, как бы, в этих самых… в сандалиях. Ну, как бы, не в сандалиях, как-то, в шлёпках. Короче, ну, это же, как бы, пляжные конференции, там, всё такое. Значит, подходит такой Макдус, что-то ему на ухо говорит, он такой на него смотрит, уходит и возвращается, значит, в ботинках. То есть, как бы, человеку, если честно, до лампочки. Вот, как бы, такие вопросы, понимаешь? Вот. Другие ценности. Да, другие ценности. Второй момент, значит, Москва, Кремль, значит, 10 лет Арифлэйм в России, значит, после мероприятия идём в ресторан, значит, у Александра мобильный телефон, тогда ещё смартфонов не было. У Роберта. У Роберта, господи, у Роберта. У Роберта мобильный телефон, тогда такие здоровые были, да, значит, перевязан двойной резиночкой. Значит, для чего? Вы думаете, как бы, кто не в курсе, что такое мобильный телефон до эпохи смартфонов. Там батарейка была внешняя. Вот, и резиночкой перевязывали, чтобы эта батарейка не выпала. Вот. То есть, как, вот, человек может купить не мобильный телефон, а, наверное, компанию, которая производит мобильный телефон. Понимаете? И третий пример, это в доме, не помню, у кого был, у Роберта или у Йохана. У Йохана, старый-старый дом на острове, они сохранили. Да, где домик пристройка, но это не в этом домике было, а, значит, да, у Йонуса. Значит, есть там парадный выход дома, а есть боковой, значит, где там, я не знаю, там, ну, на парковке, допустим, не помню, там, куда он был, и, значит, выход, там такая вешалочка, понимаете, там не навороченный какой-то там прямо гардероб, вешалочка, висят курточки и стоптанные-стоптанные кроссовки. Вот. Вот, ну, дофига стоптанные просто, и не одни, то есть там все кроссовки, вот прямо стоптанные, значит, такие кеды и такие курточки, но, как вам сказать, которые, ну, там, наверное, на таком, на дешевом уличном рынке стоят российские женщины, продают там, я не знаю, там, носки, вот, такие баллоневые, такие курточки там, это не новые, после чего я так вот понял, как бы, что вот эти наши понты, вот эти, это, наверное, не ценность жизни, понимаете, в чем дело, вот, вот, это то, что вот у нас, как бы, наверное, вот в постсоветском пространстве, как бы, все этим болели и так далее, ну, то есть показать деньги, как бы, там, вот, как бы. Красные эти, малиновые пиджаки, цепи толстые. Да-да-да-да. Цепи, да-да-да. В азиатских странах это важно и так далее. То есть когда ты понимаешь, то есть человек купил остров под Стокгольмом. Ну, потому что это будет удобно. Вот, но ходят, как бы, потому что они удобные. Вот я, извините, вот так могу показать, в чем я реально хожу по Санкт-Полу. Когда мы идем на какую-то встречу, у меня есть специальная обувь, значит, с которой иду на встречу или там фотографироваться придется. А обувь, в которой я хожу по Сан-Полу, значит, ей три года, они очень мягкие, очень удобные, но совершенно непотребного вида. Вот мне до лампочки, если честно. Вот, это я к чему? К тому, что это вот все к тему, что почему мы так за Арифлейм, потому что в этой компании преемственность поколений, и владеют люди, и управляют люди, назначают тех, кто будет управлять этой компанией, люди, для которых деньги, бабки, не главное в жизни. И при этом у них есть имя мировое, когда они могут, посмотрите, что у нас произошло, да? Компания вышла на огромную биржу, это очень крутое достижение, важно на тот период жизни. Потом компания приняла решение снова стать хозяином и выкупила себя у всех инвесторов. Это же огромные суммы должны быть. Вы представляете? То есть компания себе вернула компанию, и нам это сейчас, господи, она просто поцелованная Богом, потому что так вовремя это сделать, когда вот в такое непростое время только компания изнутри принимает решение, что где остаются, по каким правилам и так далее. Вы представляете просто, насколько нам с вами повезло что-то очень хорошее мы в жизни сделали, чтобы покармили, не знаю, во что вы верите, заслужили прям вот Арифлейм с такими руководителями, которые компанию себе вернули, ну не для того, чтобы распродать на кусочки, или я не знаю, что с ней сделать, чтобы снова вернуть, снова управлять, направлять, потому что самая главная ценность реально – это люди. Я можно тоже две истории свои расскажу про основателей? Да-да-да, конец. О боже, у меня не две истории, у меня больше. Я так поняла, что вы тоже не один раз были в гостях у миллиардеров. Давайте так, история номер один. Как основатели компании Арифлейм, миллиардеры воспитывают своих детей? Когда мы были у Лилиана Фьокник, вся наша семья – это Снежана, это Алексей, это я, папа и мама еще была жива. Мы приехали к ней. Первое, что я столкнулась, я одно время выпускала книгу, книга не детских советов или MLM во мне игрушки. Туда я собирала истории молодых ребят, которые сами себя сделали. Она написана на русском языке, на других языках она не переводилась, не продавалась. Все экземпляры этой книги, которые я передавала, они стоят на полочке отдельно, и вот для них место. И вот Лилиан показала, что Александр Афьокник их принес, и это такая ценность. Это было до мурашек. Вот понимаете, вот это вот в деталях отношения. Когда мы сидели, разговаривали, мы говорим, а ну а как вот вы, ну вот, мы построили бизнес, и хочется передать их детям. Как вы своих детей привлекаете к семейному бизнесу, что они с таким удовольствием и уважением ценят семейный бизнес? Вот что вы делаете? Она сказала, ну у нас есть способ, когда с нуля проходит. То есть вот очень, вы наверняка видели, да, когда дети основателей в красных маечках Ask Me Team встречали в аэропорту, помогали расселять, отвечали на вопросы, и никто не знает, что это дети миллиардеров, что это их семейный бизнес. Они здесь вообще хозяева. То есть они изучали компанию, и они вот прям с нуля, близко к людям, вообще вот просто рядом были на больших конференциях. А второй момент такой, когда они получали уже престижное образование, они не имеют права выйти в свою компанию семейную. Они на эту должность, они до должности, которую они хотят, вырастают в другом бизнесе, и когда они завоевали свой авторитет, получили свои знания, свой опыт, они на равноценную должность приходят в семейный бизнес. Это мне кажется так потрясающе, гениально просто, просто обалдеть. То есть там нет вот этой вот, а мой сыночек будет возглавлять там Венеция, не знаю. Неважно, знает, очень, вот пускай у него будет должность. Да. Ну, давай тогда просто сначала, как бы, Роберт и Йонас, да, то есть по одной линии это дворяне шведские, по другой линии крутые купцы шведские. Вот, дедушки предлагали быть премьер-министром в Швеции, да, вот, и эти ребята почему-то, чтобы заработать деньги, должны были в гараже сами, значит, придумывать свою компанию, понимаете, в чем дело. Раскладывать все это по коробочкам, да, в теннисном столе. То есть это не бедная семья, понимаете, в чем дело. И, в принципе, то есть можно было сразу взять деньги и делать это все не в гараже, а снять там как бы завод, как бы там нанять сотрудников, как бы, то есть у родителей их, да, то есть достаточно было капитала, как мы так понимаем, чтобы просто дать детям и давайте. Это, как бы, другой принцип воспитания, это то, чего нету, на самом деле, не было, как бы, в российских традициях, потому что, по известным причинам 70-летней коммунистической власти, как бы, у нас все эти традиции убили. Вот, это то, что, как бы, у нас, вот, как бы, это то, о чем жалеешь, чего у нас не было, как бы, на самом деле. То есть нас так не воспитывали. Я очень рада, что у нас с вами такой частично шведский менталитет тоже пришелся, да, что главное о людях, и вот эти вот понты, это не важно. Вот, Илья, вы рассказали про две куртки, да, и стоптанная обувь, а я, можно, расскажу немножко, и хорошее, потому что деньги они, ну, все-таки, немножко тратят. Я расскажу про две ягоды. Спасибо. Мы, когда были, вот, у Лилиан, и она показывает, там, вот, у них своя пристань, у каждого, как бы, вот, остров и своя пристань, и все выходят на воду. Своя пристань, своя яхта. Мы были там, да, да, да. Но самый прикол, что она говорит, вот эта вот, которая побольше, это Роберта яхта, а вот эта, которая поменьше, это моя, девчачья. Мне так это понравилось. А еще, кстати, знаете, что хотела рассказать? Я выступала как-то на большой сцене, на 10 тысяч человек, это было в другой стране, и там сидел Александр Афьокник, Роберт, Роберт Афьокник. Он сидел все мероприятие на чужом языке, он это все слушал, он аплодировал, он вставал, он кого-то поздравлял, там, обнимал. Ну, вот это вот отношение, конечно, невероятно. И я сделала, как мама обычно поступает, она поблагодарила от всех Роберта Афьокник, основателей компании. И я со сцены, одну девушку, которая у меня по-шведски знает, понимает, я попросила ее составить определенный текст, я бы не выучила, потому что это очень сложный язык для меня, там, ну, вот такой вот немножко. Вот, и, значит, я в зал обращаюсь, что, друзья, вот сегодня здесь такое потрясающее большое мероприятие, я сейчас хочу сказать слова благодарности по традиции от нашей семьи, основателям компании, Роберт здесь сидит. Я вас спрошу, когда я закончу, сделаю такой поклон, чтобы вы поняли, что все, моя речь закончилась на другом языке. Дайте такие аплодисменты, чтобы Роберт запомнил вообще свой приезд сюда, чтобы вот Москва услышала. И, короче говоря, я на шведском языке, слова благодарности Роберта Афьокник, семья Афьокник, все это сказала. Аплодисменты были такие, ну, 10 тысяч человек, меня просто чуть не... Это была невероятная энергия. Ну, потом я выступила, закончила свою речь, я вот на таких эмоциях спускаюсь, и меня кто-то вот так в ахаку берет, и что-то мне говорит, говорит, говорит на ухо, а я не могу разглядеть, кто это. Я так отодвигаюсь, и это Роберта Афьокник, меня просто вот так в объятиях, и спасибо, и столько эмоций. Боже, холодные шведы, столько эмоций, благодарности, радости, удивления. Господи, как это приятно. И последняя история, которую я хочу сказать про... Мы можем много говорить, потому что мы с вами часто были и в Швеции, и у основателей, и это очень приятно, что они открыли двери своего дома, да. Последний год выступления мамы, да, Тамилы Полежаевой, ее не стало за 8 месяцев, она очень как-то быстро так вот все получилась. И ее знаменитое выступление последнее. Она вышла под руки с Магнусом, с папой, мощным, гласиный, так вот все сказала-то такое. Вот, выходит, ну и потом ее сажают в машину, и представляете, вот просто, ну просто бегом реально выбегает Роберт, он берет ее руку, встает перед ней на колено и просто благодарит за все. Вот такая была последняя встреча. И, друзья, реально, самая ценность, что есть в Арифлейм, это люди. И вот шведы эту ценность понимают. И вот что я хочу сказать, что мы с вами должны быть достойными фонтерами такой великой компании, которая столько всего прошла. И каждый раз, абсолютно в каждую такую ужасную ситуацию она показывает, что форс-мажор, да, может быть, но мы всегда найдем решение, мы всегда будем рядом. Это точно так. Мы в нужном месте, с нужными людьми, в отличной, шикарной, потрясающей, человеческим лицом компании. Это да. Марина, Илья, огромное спасибо за ваше время, за вашу историю, за то, что вот вы так... Ну вот мне кажется, знаете, вы сейчас люди просто подслушали разговорчики бывалых. Спасибо за ваше тепло и за все ваши истории, и за ваш опыт, и за вашу огромную работу. Я помню, я мелкая была тогда, ну, как бы я еще, ну, не очень активно в Арифлейм была, но с родителями путешествовала. Я всегда на вас смотрела с огромным уважением. И так снизу вверх это такие топовые лидеры, это лидеры, которые начали вообще новый бизнес в России в 90-е. Ну, просто вот мне родители рассказывали, и это было, конечно, невероятно. Я очень... Вот мне кажется, от всего Арифлейма я хочу просто слова благодарности вам сказать за то, какой путь вы огромный прошли. И вот вы просто маяк для всех людей, которые там сомневаются, не сомневаются. О, сейчас вот много комментариев пошли. Реванула. Ой, вообще прикольно. Нуражики от эфира, просто спасибо вам за вас. Маргарита, спасибо большое, что пригласила. Было очень приятно выступать на такую аудиторию всего Арифлейм. У вас потрясающая семья, всегда с большой любовью к вам и, конечно, с уважением. И очень здорово, как вы вот подхватили все это вот преимущество из поколений, все это видно, понятно. И очень здорово. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, мы с вами на потрясающей, великолепной ноте заканчиваем сегодняшний эфир и начинаем учебный год. Да, 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 да. Все, всем пока, пока. Пока, пока. Всем швем. Субтитры сделал DimaTorzok